В уме не должно ничего быть. Если вы входите в медитацию, то это позиция наблюдателя. То есть вы наблюдаете практически всё. Вы наблюдаете дыхание, своё тело, мысли, всё, что происходит, звуки. И получается так, что всё, что бы ни происходило, вы в это не вовлекаетесь. В жизни мы, когда живём, мы чаще всего реагируем и вовлекаемся. Если это в негативном каком-то ключе происходит, то мы теряем очень много энергии. Медитация целительна, то есть она позволяет нам переходить на третью точку осознавания. Это, конечно же, не быстро. За одно занятие это не происходит. Волшебной таблетки нет. Это навык. Навык перемещать сознание, восприятие на другую сторону или на сторону наблюдателя. Не вовлекаемся. Это что касаемо медитации. Если хотите продолжить, вы можете повторять эту практику каждое утро. Она должна быть несколько раз, несколько дней у вас цепочки сделаны. Понимаете? Смотрите, практика дыхания вообще любая. Она работает с психикой. И, например, у вас есть прошлый опыт жизненный. Ну, какие-то факапы там, какие-то неприятные события, подавленные эмоции в прошлом. Да что угодно. И когда ты начинаешь идти в практику, она вот эти эмоциональные состояния активирует. И это абсолютно нормально, если вы делаете практику, и во время, либо после практики у тебя поднимается негатив. А как быстро это происходит? Вот у меня прям первый цикл начал дышать. Прям вот как будто нож лоткнули в спину. Это блоки. Может сразу быть. Сразу, да. Опять же, помните правило «тело никогда не врет». Вы начинаете делать практику, оно вам показывает ваши болевые зоны. И эти зоны еще связаны с эмоциями. Мы еще позже про это поговорим. У меня есть карта эмоций и тело. По энергодыханию. Я уже про это говорил, что медитации, они больше успокаивают. Тренинги качают эмоции многие. Спорт — это тело. Больше работа с телом. А дыхание — это соединяет все вместе. То есть через дыхание вы воздействуете на три сферы сразу же. И здесь нужно расшатать жесткий каркас нашего бессознательного, потому что оно имеет сопротивление и не пускает нас на какие-то более глубокие переживания и высвобождение энергии. Вообще любой блок энергетический или физический — это тайник энергии. И когда мы начинаем дышать, мы начинаем это шатать. Вот откуда это все берется. Но вы не получите энергию, если вы не снимете блоки. Это невозможно. Ее дополнительно не зайдет на тело, когда в кружке, когда много воды. Вы пока из кружки не выльете воду, вы туда не закачаете больше. Понимаете? Вам либо кружку увеличивать в кастрюлю, чтобы емкость увеличить, либо убирать негативный опыт и закачивать, стирать другое, чистой энергией. Вот когда ты начинаешь заниматься дыханием, ты по сути вот этот негативный опыт, как грязь на дне стакана, начинает подниматься. Называется активация. Когда ты в стакан льешь на дне грязь, начинаешь лить туда чистую воду. Что сначала происходит? Это все начинает подниматься. А если вы продолжите лить воду, он начнет все выливаться, вы продолжаете лить воду, что происходит? Вот это аналогия с дыханием. Я, кстати, запишу это в презентацию. Мы не можем взять это симсалабим, на дне грязь исчезла. Нереально. То есть реально ее высвободить. Я сейчас расскажу про энергодыхание. Там есть определенные особенности. Эта практика похожа на многие другие, но она в корне отличается ритмами. У нас есть ритмы дыхания. Если вы померите свой дыхательный цикл в автоматике. То есть автоматически вы дышите где-то 7-15 дыханий за минуту сами. То есть не усиливая, не прибегая к каким-то форсажам. Есть ритмы дыхания. Если вы повышаете ритм дыхания до вот такого, 111, вот это 111. Попробуйте так подышать. Ртом лучше, потому что нос им тяжелее будет. При повышении ритма дыхания у вас изменяется состояние сознания, эмоциональное состояние и физическое. У нас будет 2 фазы. Первая фаза активная называется. Активная фаза. 20 минут будет такого дыхания. Здесь будет активация блоков. Стакан с водой, помните, мы начинаем закачивать воду. Только не удивляйтесь, что у вас будет там. То есть это ваше. Могут быть какие-то боли, руки сведет, анимеет, лицо. Я потом переключу, будет слайд, карта эмоций по телу. И вы все поймете, у кого что. В общем, задача пройти 20 минутку. Она пролетит очень быстро, я наложу музыку. Потом 5 минут будет окно. Окно, вот здесь будет умиротворение, расслабление, расширение в размере, ощущение счастья и прилив энергии. Понимаете? То, как вы тут поработаете, вы вот это и получите. То есть самое эталонное состояние, самое важное, и то, что вас исцеляет на уровне души, тела, сознания, энергетики, это будет вот в этом блоке. Но чтобы его активировать и включить, вам нужно пройти вот это. иначе никак вы сюда не попадете чем отличается вот эта практика от холотропного дыхания и от ребёфинга есть такие техники, они тоже так дышат но у меня есть кардинальное отличие вот эта 20 минутка по ритмам разделена на 3 части первая часть будет 111 вторая 150 третья 130 это код это определённый код то есть ты сначала дышишь, потом 150 потом 130 как вы думаете, зачем это всё? если можно просто тупо включить музыку и сказать, будет чудо почему так строго? у меня программа, которая позволяет вот эти ритмы изменять и настраивать правильно, да почему разный ритм? да, будет состояние вот это всё для того, чтобы вы в окне получили тот нужный заряд то расслабление и максимальное снятие блоков высвобождение энергии сократить разную мощность да и это тоже и у нас есть от природы функция быстрой адаптации моментальной просто вот понимаете, какая штука эта техника работает когда мозг, психика не успела адаптироваться к типу дыхания то есть знаете, как вирусы действуют? они изменяют свой тип так, чтобы иммунная система не успевает его идентифицировать и он постоянно выходит из поля действия из поля поиска только здесь не про вирус здесь наоборот здесь мы этот эффект вытягиваем потому что психика адаптируется где-то через минут 10 и всё да и дальше ты просто ты когда адаптировался да и дыши-то хоть 2 часа мозг уже всё он уже не он уже всё он уже понял что это тема и всё то есть он уже перешёл на другой режим и ждёт себе думает о чём-то другом короче да это то же самое что мы бежим дистанцию километр сначала вы будете бежать с одной скоростью потом вам нужно будет ускориться потом ещё чуть-чуть замедлиться но всё равно это будет третий скорость понимаете это код это ключ таких ритмов очень много я на курсе всё это рассказываю это первое занятие с курса вы просто почувствуете что там на курсе вот так 7 таких фаз по 10 минут то есть ну 10 час 30 идёт сейчас у вас только одна вот этот вот один алгоритм который вам вам нужно понять просто на курсе по 10 минут потому что их много 7 а так как здесь одна фаза 20 минут но 3 разных ритма понятно и это эффективно с точки зрения того что это безопасная дистанция 20 минут это очень мало времени чтобы зайти в какое-то там непонятное состояние для себя и выйти из-под контроля то есть из-под контроля ты не выйдешь никак за 20 минут то есть не то время чтобы можно было попасть в панику там или потерять сознание некоторые боятся это нереально вообще в принципе физически потому что это не та дистанция на которой может что-то там с физиологией даже произойти но этого хватает чтобы произвести активацию поймите да вот фишка именно чтобы мы активировали активации не будет когда ты дышишь и ты адаптировался к этому ну и чё да люди разные нужно понимать у вас свои процессы там кстати будет в карте в карте психосоматики что такое кашель там всё ну каждая мышца пальцы руки то есть там можно вот то что сейчас у вас выпало то потом посмотрите вопросы а что детально вдох и выдох да вдох-выдох равной степени средняя часть живота средняя часть дыхание среднее неглубокое чуть-чуть можно на выдохе можно в равной степени и кстати можно двигать вот примерно так да нет идите как идете идите прям в потоке вот главное чтобы вы в этот ритм попадали понимаете то есть вы можете как угодно животом верхом серединой но попасть в ритмику сейчас мы сделаем перерыв 5 минут и будем дышать почему в активной фазе вы должны оставаться в сознании прям на острее сознания поэтому лучше сидеть но можно прислониться к стене а 5 минут там вообще носом просто опускаете все дышите как дышите обычно медленно вы должны идти внутрь себя глубину положение как можно сохранять одинаково можно двигаться в активной фазе вообще двигайтесь делайте то что вам хочется если вам хочется руками себе помогать не знаю если вам хочется в позу лобуса сесть наоборот ноги вперед вот как вам удобно если вас будут сводить руки-ноги не пугайтесь все нормально отнимается весо все хорошо дышите дальше поэтому здесь в активной фазе нужно попасть в ритм это первое второе когда вы в ритм попали вы уже слушайте ощущения в своем теле и будет сводить руки это вам сразу говорю будут немножко неметь руки это сужение сосудов это нормально то есть там допустимая норма абсолютно но это именно запускает процесс активации блоков энергетики мы через это работаем хочу просто сказать что есть система более мощная которая дает более серьезные результаты а есть практики которые для новичков слабые серьезных результатов это не приведет не приведет понимаете в чем фишка то есть если вы хотите идти на уровень подсознания то это нужно заходить вот сюда без проводника вы сами это не продышите то есть нужен человек который будет вас вести ну в группе хотя бы вести и говорить что идем 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 в какой-то момент останавливается группа все переходят на дыхание носом потому что здесь вы дышите нос и глубоко погружаетесь ну в медитативное состояние оно очень мощное поймите и вот почему 5 минут потому что там дальше хочется будет вам находиться то есть будет желание побыть еще там но нужно выходить чтобы сохранить эффект чтобы эффект из подсознания поднять на уровень сознания и жизни понимаете если там остаться он там и останется то есть каждый раз мы как-то больше да да здесь идет ступенчатая система 10 минут подышали мозг психика не успевает адаптироваться и мы сразу заходим в окно в окне когда вы дышите носом медленно у вас идет набор кислорода понимаете в чем как бы вот здесь у вас идет ограничение гипоксия а здесь у вас идет набор и организм он пребывает в гипоксии потом насыщение гипоксия насыщение идет раскачка качается у каждого человека в психике есть такие слои на подсознание на которых вы не достанете даже с психологом в гипнозе вы туда не зайдете почему потому что физическое тело должно пустить туда мы можем интеллектуально говорить о чем угодно но на состоянии перемен может не быть дело в том что дыхание изменяет ваше состояние ваше энергетическое состояние физическое состояние и осознание то есть изменяет состояние сознания то есть дыхание воздействует на три параметра на тело на энергетику и на ум понимаете в чем сила то есть через дыхание мы можем воздействовать сразу же на три области то есть если мы будем заниматься только телом не менять убеждения установки пойти на бокс например ты будешь сильный будешь всех бить но если будет установка бить ты будешь бить то есть это будет разрушение но через дыхание можно будет изменить все на уровне не только сознания но и на уровне подсознания на уровне памяти и здесь очень большой ресурс то есть через дыхание можно набирать очень много энергии то есть то чем мы занимаемся у нас практика называется энергодыхание то есть через дыхание мы набираем очень много энергии раскачиваем себя так что мы увеличиваем даже ёмкость. Знаете, да, что такое ёмкость? Сколько времени после того, как вы отдохнули, выспались, поели, вы можете быть в рабочем состоянии? Да? Если вы с утра вроде выспались, всё нормально покушали, и после обеда у вас уже энергетика рухнула, значит, у вас ёмкость вот такая. А есть другая ёмкость. Ты заряжен, с утра до самой поздней ночи у тебя валом энергии, ты ложишься в два, просыпаешься в шесть и опять. То есть у тебя этой энергии нескончаемый поток. Кто-нибудь чувствовал такое? При каких обстоятельствах это было? Много солнца. Много солнца, окей. Движение. Движение. А была какая-нибудь идея, мечта, что-нибудь, что... Ну да, когда она легла. Вы, наверное, догадались, почему бывает нет энергии, куда она девается. Нужна движущая сила, которая будет вас направлять и создавать желание идти дальше и вас зажигать. Понимаете, да? То есть если этой силы нет, огня, а это идея какая-то, что-то делать глобально, осознание, что будет через 10 лет, я ради этой цели иду, то как бы ты будешь тут терять, не понимать, почему нет энергии. Так вот, дыхание в чём сила? Если даже нет понимания, видения, что будет там, через дыхание расширяется сознание. Ты можешь через изменённое состояние, расширенное, увидеть ту идею или тот главный смысл, тот ключ, на который будет идти энергия. И после одного, буквально одного сознания, то есть может поменяться вообще вектор жизни, у меня очень много случаев было, когда пришёл участник, занятие, прошёл несколько занятий, у него почистилось подсознание от левых установок, которые ему навязали ещё в детстве. Получается так, что у него произошло вот это вот сознание того, что ему нужно заниматься совсем не тем, чем он занимается, упорно причём, без энергии, но деньги там, конечно же, приносят. Полностью поменял вектор на сферу музыки. В сфере музыки стал популярнее. Всё. То есть, но все говорили, всё окружение говорили, что это полный бред, ты там, никто не зарабатывает, и ты будешь бомжом. То есть, пошёл огонь, на этот огонь пришли ресурсы и инвесторы. Один инвестор может закрыть всю твою денежную тему. И вот одна практика изменила вектор моей жизни полностью. То есть, я вырос вообще в коммунальной квартире. Представляете, что такое? У нас было три семьи на одной квартире. Я когда выходил позавтракать, и из туалета выходил сосед. Мама одна, отца не было. Я тогда даже не понимал, не представлял, и не думал, что я буду заниматься такими вещами. Но потом был клуб ночной. У нас были деньги с другом, известность в определённых кругах. Мы заправляли этим, за пультом стояли, значит, мы альфа в этой тусокке. Потом аренду закрыли и, ну, не продлили договоры, и всё. И мы со всей техникой остались. Я попал в депрессию в сложный период жизни. Ты взрослый мужчина, у тебя руки-ноги есть, иди работай. Я после клуба не мог работать, потому что мы работали одну ночь и получали столько, сколько люди за неделю получают. Понимаете? Я никак не мог в это поверить. Причём это было около года. У меня терялись ресурсы, не было денег, я залез в долги и так далее. И попал к одному человеку, он меня просто вкатил в одну практику. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!